Итак, хочу вам сказать дальше. Вот, допустим, главная ваша тема, с которой многие из вас пришли, это почему разваливается семья. Вот, допустим, жили мы много лет вместе, не тужили, у нас дети, у нас там дом, у нас семья, родня, и тут кто-то там, мужчина или женщина, берет и сваливает. Происходит это совершенно неожиданно, непонятно, и возникает очень глубокий вопрос, за что, почему, зачем, и что с этим делать. Давайте мы поговорим об этой теме. Глубокая причина, почему человек сваливает из отношений, а это, естественно, происходит всегда, причина заключается в том, что человек не знает о том, что такое любовь. Давайте с этим будем серьезно разбираться. Вот если взять человека, вот как он родился, вот жил, то ощущение любви для него примерно такое. У него есть определенная мечта, которая означает следующее, что я нахожу себе человека, который мне полностью подходит, он мне приносит счастье, делает мне приятное, и главное, это в любви, это найти себе человека, который бы, ну, четко соответствовал вот этим параметрам этой мечты. Понятно? Это то, что у человека картинка сидит с самого рождения в сердце. Знайте, что это полная иллюзия. Вот этой картинки не бывает, это просто мечта. Ну, также хочу вам сказать, что эта иллюзия не только в том, что человека такого не найти в этом мире, который бы полностью соответствовал твоим потребностям. Проблема еще в том, что это не любовь. Понимаете? Вот это вот желание, ой, наслаждаться человеком, это не любовь. Понимаете? Это называется по-другому, это называется влюбленность. Влюбленность. Вот то, что сейчас вы услышите в песне, это не любовь, это совсем другая вещь. Но именно то, что люди воспринимают любовью. Вот смотрите, сейчас вот услышите, вы точно это воспринимаете любовью, но это не любовь. Вспоминаю, умираю. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну ты какой-то прагматик, а это и есть любовь. Я согласен, что в этом момент действуют энергии любви. И человек, который влюбился, это тоже прекрасное чувство, если он не женат в это время. Понимаете? Это прекрасное чувство, которое, конечно же, если оно есть, это хорошо, но я сейчас его немножко вам расшифрую и расскажу вам, что такое любовь на самом деле, тогда бросать близкого человека не захочется, потому что будут проблемы. Итак, вот это вспоминаю, умираю, означает, что Бог связал два сердца вместе. Понимаете? То есть связал означает раскрыл обоим этим людям самое лучшее, что есть в человеке, как я уже вам вчера об этом говорил. Возникает сильное счастье, сильный жар, то есть когда человек чувствует душу хотя бы в ком-то, то просыпается новая жизнь в его жизни. То есть он видит солнце, видит весну, видит людей, он рад всем вокруг. Почему? Потому что, когда человек видит душу, вот это вот чувство любви означает видеть душу в человеке. То же самое, когда рождается ребенок, происходит. Вот ребенок рождается, благословение родителям какое. Они видят в одном человеке, в своем ребенке душу. И отец, и мать. В результате для них мир рождается заново. Они его в новых красках начинают видеть, и для них начинается новая жизнь. Хотя ребенок приносит массу беспокойств, вот, от себя вообще не отпускает, но при этом жизнь как будто заново начинает существовать. Поймите такую вещь, что влюбленность нужна для того, чтобы быть рядом, быть вместе. Но она всегда заканчивается. Что это значит? Вот влюбленность к ребенку заканчивается? Нет. Ты всю жизнь будешь его, как увидела, так и будешь любить. Но влюбленность к мужчине, к женщине заканчивается, потому что здесь совсем другая идея. Понимаете, идея отношений мужчины к женщине у Бога заключается в том, чтобы нас обучать, развивать, воспитывать. И поэтому жена приедается, муж приедается, вот этого высокого светлого чувства нет. И постепенно со временем наступает чувство, что мы как будто бы не любим друг друга. Почему? Потому что влюбленность заканчивается. Что же такое любовь на самом деле? И откуда она берется? Любовь – это совсем другая вещь. Вот во влюбленности есть любовь? Есть. Но люди при этом ее не культивируют. Потому что любовь означает абсолютно бескорыстный поступок, бескорыстное чувство по отношению к человеку. Любовь начинается тогда, когда вы решили, это то, что у меня в сердце возникло в какой-то момент по отношению к своей жене. Я решил, что в моей жизни мне надо хотя бы одного человека будет сделать счастливым. И как бы вот в наших отношениях кто-то должен быть счастливым, и пусть это будешь ты. Ну то есть я говорю, обычно люди как говорят, и пусть это буду я. Ну хотя бы кто-то должен быть счастливым. И поэтому мы близкому человеку говорим, ну слушай, ну ты что, не можешь вот это для меня сделать? Он говорит, а ты для меня вот это не можешь сделать? И вы говорите, ну ты хотя бы один раз вообще не говори мне, что я должна что-то сделать, сделай просто для меня сам. Ну то есть у нас совсем другая идея. Так вот эта идея, она не выживает, потому что любовь означает отказаться от своего желания и просто сделать счастливым близкого человека. Любовь это всегда подвиг. Любовь начинается с принятия. Вот что такое любовь? Если вы все при бабахе своего близкого человека переварили, молитвы в работе над собой, и вы чувствуете, что вы со всем согласны. Ну это означает принятие, это первая стадия любви. Это и есть жертва. На этой первой стадии вы любовь не почувствуете еще. Но вы почувствуете, что вы можете домой идти спокойно, и там жить, потому что вас там не будет ничего напрягать. Вы перестали ругаться, потому что со всем согласны. То есть вы приняли близкого человека, это значит, вы первую каплю любви пролили, и ответ будет обязательно. Когда вы близкого человека приняли, принятие приводит к ответной реакции в его сердце, потому что любовь, еще раз повторяю, это энергия Бога, это не человека энергии. То есть человек, в результате того, что вы со всем согласны в нем, у него в сердце возникнет определенное чувство. Оно идет от Бога. И это чувство такое. Спасибо, что ты у меня есть. Или по-другому называется чувство благодарности. Вот рядом с тобой есть человек, который тебя понимает. Понимаете? Понимает означает принял все твои прибабахи, по-русски сказать. Вот. Если вы приняли, а принять все прибабахи близкого человека, для этого нужна сила. Откуда брать силу, я вам расскажу чуть попозже. Это тоже важно знать. Без силы нет, любви не будет. Понимаете? Для любви нужна сила у человека. Сила нужна. Она берется от природы, от добрых людей, от Бога, от трех источников. Вот. Но если вы этого не делаете, не отвлекаетесь от своей личной жизни, заняты делами постоянно, то вы не найдете этой силы, и семья ваша будет разрушена. Все семьи разрушаются от усталости. Не от измены, не от предательства, от усталости. Измена приходит позже. И так, для того, чтобы хотя бы первую каплю любви включить, нужна сила. И эта сила дает вам возможность принять все прибабахи близкого человека. Теперь сразу возникает вопрос. А что это? На амбразуру-то должна лезть. Что, Александр Матросов, что ли? Я сейчас объясню. Понимаете? Все, что вы видите в близком человеке, это ваше все. Вы это получаете из своего прошлого. Он просто является индикатором. Вы скажете, ну что, вот, допустим, вот мой муж, допустим, со мной развелся, что, вот следующая его женщина будет иметь такую же судьбу, как я? Нет. И это значит, что он в следующих отношениях будет вести себя по-другому. Понимаете? Каждый человек в разных отношениях ведет себя абсолютно по-другому. Он ведет себя так, как надо этому человеку. И в хорошем, и в плохом. Это означает, что он является прямо отражением судьбы человека. Он подстраивается под эту судьбу его поведения. Когда ваш близкий человек вас наказывает, мучает, он вообще не подозревает даже, что он делает что-то плохое. Ни женщина, ни мужчина. Это невозможно понять. Это непостижимо. Понимаете? Вот женщина, когда мучает мужчину, она по судьбе действует по его, но понять это невозможно, что я не права в этом случае. Что можно понять? Можно понять, что ему в это время плохо, и перестать это делать. Это называется сострадание или милость. Если человек думает о Боге, служит Богу, у него появляется такая сила внутри, чтобы не реагировать на ту справедливость, которую ему надо отдать. Вот близкому человеку нужно какую-то справедливость отдать, которая его на каждый будет мучить. Если вы можете думать о Боге, вы можете не делать этого. У вас появятся силы не давать возмездия на поведение близкого человека и не мучить его. Вторая капля любви называется уважение. Что такое уважение? Это то, что я говорил сегодня. Это когда женщина ведет себя как надо с мужчиной, а мужчина с женщиной как надо. Это не то, что мне хочется так себя вести. Вот мне хочется перед женой ля-ля-тру-ля-ля, там вот так вот, да, моя хорошая, со всем согласен. Мне хочется? Нет. И ни одному мужику не хочется, поверьте мне, женщины. Ни одному мужику. Теперь, вот мужчины верят, вот искренне верят, что есть такие женщины, которым хочется вот так вот все время. Да, мой дорогой, да. Таких женщин нет. Он скажет, как, Алик Геннадьевич? Ну не может быть. Сейчас объясню. Вот смотрите. Вы думаете, женщина смиренное существо по своей природе? Нет. Мужчина смиренное существо. Вот, допустим, взять мучуке, равняйся, смирно, вольно. Женщина, равняйся, смирно. Женщина никогда не будет чувствовать себя хорошо, когда ей кто-то приказывает. Она абсолютно не смиренная. Женщина подчиняется только любви. Когда она чувствует любовь, она сразу становится послушной. Только так, все. Сначала любовь, а потом послушание. Так надо вести себя с женщиной. Если хочешь, чтобы она тебя послушала, сначала любовь, потом послушание. Женщина не смиренная. Женщина становится смиренной просто потому, что она хочет сделать приятное мужчине. И мужчина должен это понимать. Потому что если он хочет, чтобы она всегда была смиренная, она терпит, а потом копит яд, а потом бросает. Все. Самая лучшая женщина, это когда не может, женщина, когда не может всегда терпеть. Когда у нее выходит наружу, она истерит. Это значит, что никогда не бросит. Кто не копится, копится, она раз прорвало, и все, она выплеснула, и осталась рядом. А есть женщины, которые сильнее, они могут терпеть до последнего, ломаются и уходят неожиданно. Вот это хуже. Вот те женщины, которые могут терпеть долго, они внешне выглядят идеальными. Они все согласны со всем, все делают, потом яд копят, и потом бросают. Лучше нельзя копить яд. Вот женщина может терпеть какое-то время, но если она чувствует, что она уже, ей уже противен становится этот человек, потому что он насилие над ней совершает, надо в этот момент, уже нельзя дальше терпеть. Понимаете? Иначе будет хуже. Человек потом становится, ну, потом разрушаются связи с этим человеком, ты не можешь его поцеловать, он тебе становится противен, понимаете, потому что ты накопила. Поэтому лучше поплакать, там что-то ему сказать.